Всем привет, друзья! С вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру Great Conqueror Rome, и это продолжение нашего нового формата. На очереди четвертая миссия прохождения, и главными целями ее являются, во-первых, уничтожение трех отрядов противника, которые находятся в разных частях карты, второе, удержание двух ключевых точек, и желательно не потерять при этом нашего союзника Цезаря. Изначально я эту миссию, честно скажу вам, проиграл, потому что все свои силы решил повезти на юг и помочь Цезарю. Огромное количество войск я потерял в сражениях с неважными мне юнитами. В этой миссии самое главное это как можно быстрее отыскать трех вражеских генералов, просто забивать на всех остальных и идти на пролом, и наносить генералам максимальный вред. Изначально я думал, что если я смогу расчистить себе путь, то все будет окей, но сама спасения миссия такая, что противников здесь очень много, и всех вы уничтожить не сможете. И, кстати говоря, генералы здесь очень-очень мощные, у каждого из них по пять кружочков, то есть по пять отрядов, и все они, конечно же, топовые. Поэтому единственный вариант это найти как можно быстрее и нанести максимальный урон. Стоит свою армию разделить, но незначительно. В данном случае я использовал два отряда для того, чтобы помогать союзникам на юге, а всю остальную армию концентрированно повел на север. В северном городе находится как раз-таки генерал, на коннице которого необходимо убить в первую очередь. Также параллельно помогаем нашим союзникам убивать вражеского генерала пехоты на юге. В моем прохождении мне повезло, и он пошел ко мне навстречу, и я с легкостью его окружил, и у меня получилось его добить. Не факт, что будет у вас то же самое, скорее всего, он будет пытаться отступать, либо, ну, толкаться где-то внизу. На данном этапе я понял, что у меня возникнут большие проблемы, потому что у противника генерал очень мощный, а, ну, как бы, тремя отрядами конницы мне там делать тупо нечего. Я решил, что все свои войска, все свои войска, которые у меня есть, сейчас нужно срочно переводить наверх, потому что потом через несколько ходов наш союзник Цезарь, он подключится к этому процессу и поможет нам захватить и город, и добить последнего третьего генерала. Ну, к сожалению, город мы не захватили, я сразу же сделаю такой небольшой спойлер. Ну и, собственно, процесс добивания генерала. Поехали. Мы плотно зажали противника, но он окружил себя союзниками. Поэтому пытаемся всячески маневрировать и как можно быстрее его окружить. Сейчас он предпринимает попытку бегства. Я понимаю, что если нам его сейчас не остановить, то, скорее всего, он сбежит в северный город, а этого допустить нельзя. Видите, он пытается прятаться за своих союзников. И пропуск до него максимально сейчас затруднен. На этот момент я увидел еще одну проблему, что вражеские отряды пытаются захватить мой город. На данный момент я думал, что у меня получится захватить все города на карте и получить дополнительную звездочку. К сожалению, это не получилось, но я всячески пытался как минимум этот город удержать. Поэтому сейчас вы будете видеть, как я создаю здесь отряды легкой пехоты с целью удержания города. Ну и, собственно, генерал-вражеский кавалерист повержен, и мы можем все свои войска концентрированно вести на юг. Если быть честным, у меня закрадывались большие сомнения, потому что противник там, ну, как бы не слабый, а войск у меня уже практически не оставалось. Я понимал, что победа будет зависеть во многом от действий моего союзника. Потому что у них есть и Цезарь, и другие достаточно топовые отряды. И вот на данном этапе я стал реально нервничать, потому что я теряю здесь своего генерала последнего, и у меня остается один отряд легионеров и один отряд легкой пехоты в городе, который я не могу использовать. То есть все, что я могу сделать, это сделать один ход моим отрядом легионеров. Все. Все остальное зависит полностью от моих союзников. Единственное, что меня успокаивало, это то, что я понимал, что до конца игры еще есть целых 10 ходов. Это огромное количество времени, за которое можно было что-то предпринять. Но, как видите, все, что зависело от меня, я сделал. И, к счастью, союзники меня не подвели, мы победили. И на этом миссия успешно закончилась на две звезды, потому что Цезарь остался жив. Ну, а на этом я, друзья, с вами прощаюсь. С вами был Тимпоз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. Всем спасибо. Всем пока. Удачи.